85 тысяч семей войнахов были депортированы в Казахстан в 1944 году. Целый народ наказали за сотрудничество отдельных банд с фашистами. Депортация началась 23 февраля 1944 года в 2 часа ночи по местному времени, по кодовому слову «пантера», которое было передано по радио. Чеченцев и ингушей выселяли не только с их исторической родины, но и с всех других городов и районов. Находившихся в рядах армии демобилизовывали и также ссылали. В 1953 году в Актюбинской области проживало 10 394 чеченца. В самые суровые голодные годы детей и женщин приютили казахские семьи. Зима была, снегов полно. И вдруг говорят, привезли чеченцев, привезли. И мы выскочили на улицу. А мой отец тогда работал председателем колхоза. В этом колхозе Кунжар. Кимирский район. Сейчас это колхоз, вместо колхоза сейчас Собхоз Дмитрова была. Миллионер Собхоз. Сейчас провалилось все. Советским Союзом и Сушни. Привезли чеченцев. Я сама вот вспоминаю, у меня перед глазами до сих пор. Саня тракторная, усиничный трактор. Саня такая большая. На нем сено и на сене окутано кошмами, тулупами чеченской семьи. Несколько человек. Я не помню, конечно, нет. Ребенок откуда знаю, кто их, сколько их. Потом отец привел к нам домой одну семью, чеченскую. Женщина без мужа, тремя детьми. У Зеева детиза. Старший сын был мастер. Не знаю, сколько ему лет. Я просто догадываюсь, что ему, наверное, 12 лет или 13, вот так примерно. И второй сын Кастен, мальчишка. А маленькая, такая маленькая была Асима. Я всех не забыла. Мы вместе выросли, вместе учились в школе. И эти люди у нас в семье ночевали. Вот такой большой зал. Оказывается, мы тогда этот дом думали, как творится. Оказывается, это была землянка. Снегом засыпано, ничего не видно. Половина, вот на наре живет председатель колхоза, значит, мы. А внизу чеченская семья, кошмар постелили. И чеченскую семью мой отец привел домой. И все наши колхозы, люди забрали все по семье к себе домой. Они зимовали у всех. А летом им дали отдельную какую-то землянку, ремонтировали. И они жили отдельно. Очень дружно жили. Их не кормили. А тогда было вообще туго. Например, колхоз на 10 дней 7 килограмм ржаной пшеницу дает, рожь. Вы видели рожь какую-то? Не видели. Вы, молодежь, ничего не знаете. А это вам рассказать, это как... Вот эту 7 килограмм рожь мы на мельницу крутим, наши родители, и пекет хлеб. Табанан делает. На госпитале табанан делает. Кизыком топили. Тогда у гуля не было. Такого газа, такого удовольствия не было. Пол деревянный не было, земляной. Мой пол, водой брызгает, метет. Вот такой дом и шили мы. Председатель колхоза шили так. Вот их приняли. Как вместе мы играли. Но мы чеченский язык не выучили. Они наоборот наш язык выучили. Они потом вообще на казахском только так разговаривали. Мы их питание не кушали, они наше кушали. Тогда питание, хлеб, тара, просто, просто делает тара. Больше еды не было. КОНЕЦ